Привет подписчикам и всем, кто смотрит мои видео. Кондиционер в автомобиле это сложная система. Чем годы проходят, эта система все больше усложняется и усовершенствуется. Наши отцы и дяди ездили без кондиционеров и не жаловались. Но спросите сегодня любого и покупать машину без этого устройства или неработающим кондиционером никто не захочет. Если салон вашего автомобиля не охлаждается, то конечно причина поломки в системе кондиционирования. И если шаркий сезон, вам обязательно придется навестить мастера этого ремесла. И никому не советую совать свой нос туда, потому что вы скорее всего больше там навредите, чем что-то почините. Если у вас нет опыта, навыки и специнструменты, тогда вам нечего копать в системе кондиционирования. А то по очке снег попадет и совсем мертвым будешь. Но не хочу вас совсем-совсем огорчить и поделюсь некоторыми рекомендациями и хитростями, которые вам может быть поможет самостоятельно поставить диагноз, чтобы хоть чем-то утешить себя, а потом все равно советую лучше визит в мастерской. Если вдруг вы заметили, что ваш кондиционер не так охлаждает салон, как это было раньше, не стоит сразу паниковать. Причиной может быть самым простым, которую самому можно исправить. Например, проверьте салонный фильтр, из-за которого может быть в салоне не дует холодный воздух. Или проверьте радиатор кондиционера. Может оно сильно засорено листьями или пилю. Если это так, промывайте ее. Или посмотрите эту таблицу. Это зависимость температуры холодного воздуха с кондиционера на атмосферную влажность в улице. Допустим, на данный момент хорошая солнечная погода в 38 градусах Цельсия в вашем городе. И влажность воздуха 20%, то есть сухо. Но вдруг влажность начинает подниматься до 80% и погода портится. Скоро будет дождь. Если температура в этот момент на улице будет по-прежнему 38 градус, В таком случае температура воздуха, которую в салоне выпускает ваш кондиционер, будет немного больше. И у вас могут быть возникнут мысли, что кондиционер перестал холодить и испортился. Но на самом деле ничего страшного. Если вдруг ваш кондиционер перестал холодить, откройте капот, прощупайте трубки кондиционера, какого температуры они. Потом заведите мотор и через 3-5 минут снова потрогайте эту трубку. И если оно стало холодным, тогда с большой вероятностью у вас малобюджетная поломка. Если трубки холодные, причина не компрессоры. И хладагент Фреон тоже присутствует в системе. Может быть просто вам спасет замена салонного фильтра. Есть вариант, что Фреона не хватает в системе. Если это так, значит есть утечка. Чтоб проверить внимательно, осмотрите стыки и видимую часть кондиционера на предмет масляных и подозрительных потеков, свидетельствующих о разгерметизации системы. Утечку Фреона можно определить с помощью специальных инструментов. Хватает ее в системе или нет, тоже можно проверить с помощью специального инструмента. Ну и проверить это иногда можно самостоятельно. На некоторых машинах в системе кондиционерования предусмотрен осмотровый глазок, с помощью которого можно установить, хватает или нет Фреона в системе. Внимательно осмотрите систему кондиционирования. Если где-то вы обнаружите примерно вот такой деталь с маленькой стеклянной окошкой, как на аккумуляторе, то это именно то, что нам нужно. Важной составляющей работы автокондиционирования является его заправка Фреона. Недостаток этого вещества приводит к неправильному функционированию системы и недопустимому охлаждению. Поэтому важно знать, как определить уровень хладагента штопки при необходимости дозаправить ее. Проверка выполняется следующим образом. Открываем капот, находим и протираем специальный глазок, после чего включаем кондиционер на максимум. Вначале в окошке наблюдаем появление жидкости с пузырьками воздуха. Затем они уменьшаются и практически исчезают. Это говорит о нормальном уровне Фреона. При нормальном уровне Фреона в окошке не должно быть пузырьков воздуха. Если жидкость появилась с пузырьками, количество которых уменьшилось, но осталось постоянным, то это свидетельствует о недостаточном уровне хладагента. Если идет молочно-белая жидкость, то это явно указывает на низкий уровень Фреона в системе. Если нету достаточного опыта, никому не советую лезть для починки в этом системе, а то можно больше навредить, чем починить. Ну и в конце видео хочу попросить подписаться на канал. Жмите колокольчик, палец вверх и спасибо всем за внимание. Ждите новые видео. Субтитры сделал DimaTorzok